здравствуйте хочу показать вам сегодня как можно пробить петельку для пуговицы вручную дело в том что у многих есть машинки которые делают только прямую строчку прокладывают это не петля которая с глазком для верхней одежды это обычная петля для халатиков для блузок я у меня это всегда неплохо получалось раньше мы все шили на таких машинках прямо строчных но я вам хочу показать я надеюсь многим это видео пригодится смотрите как это делаю я ну во первых я намечаю где будет наша петелька значит но намечаю это у нас по допустим по одежде уже видно а вот здесь будет наша петелька мы должны аккуратненько ее очертить теперь я беру карандашом и с одной стороны нашей петельки прорисовывая тоненькую линию и с другой стороны вот дальше я беру нитку которой я собираюсь пробивать петельку вот данном случае я взяла нитку контрастную ну а вы возьмете такую как вам будет нужно и смотрите я вот с этой стороны вот здесь захожу и тоненькими такими очень как бы сказать мелкими стежками прохожу вот по этим двум линиям начала по 1 вообще это можно делать на машинке но будем считать так что допустим сейчас у нас машинки нету вот мы делаем это руками и и выхожу на вот эту линию делаем аккуратно никуда не торопимся ну и вот здесь наша петелька кончается да теперь мы должны нашу петельку прорезать вот смотрите есть у меня такой инструмент очень удобный рекомендую у кого еще нету значит покупайте это штука очень недорогая и очень в хозяйстве как говорится полезная вот я про прорезаю дырочку и вот мы нашу петельку прорезали да теперь нитку я не обрывала вот она у меня здесь видите выходит я захожу вот сюда и делаю смотрите что пока я оставляю не обращаю внимание на эти нитки я делаю вот что смотрите пока без всяких так сказать красивости и без всяких точности просто вот так обметываю край чтобы вот эти нитки не торчали значит смотрим где тут нитка то есть эта нитка пришла на эту сторону мы ее сюда значит тогда и отодвигаем и уже будем а вообще такое ну как бы сказать ноу-хау я его придумала сама значит вот эти нитки можно смазать клеем можно клеем на 1 силиконом я так подозреваю или не силиконом а канцелярским или можно даже чуть-чуть пывану а я делаю это ну лаком для ногтей бесцветным чуть-чуть смазали но тут надо подождать а я вот вам уже показываю как это делать без лака вот и смотрите я вот это делаю наметку не захожу я вот за эту линию не захожу это моя задача сейчас прикрепить вот эти вот нитки которые нам совсем не нужны но они будем говорить лезут так вот так я прямо через край не ничего не примеряясь растрачиваю эту вот петельку она прибить вот эти вот нитки которые торчат чтобы они нам дальнейшем не мешали работать вот мы пришли сюда теперь вот эти две нитки болтушки можно обрезать вот смотрите у нас уже с вами получилось почти что петля так ну и теперь мы делаем вот что мы значит здесь делаем несколько стежочков в конце нашей петли как наша машинка делает да вот закрепляем с этой стороны мы петлю стараемся иголкой попадать прямо рядом рядом стежок в стежок и теперь смотрите ну вот уже будем мы непосредственно сейчас сюда придем так уже я выхожу за нитку которую мы с вами проложили вот видите вот так за нитку и будем мы теперь обметывать петлю петлю вы смотрите вот за эту нитку которую я проложила выхожу и вот этот вот кончик ниточки одеваю вот так следующий делаю стежок и кончик ниточки одеваю вот так и таким образом мы прошиваем всю петлю нас каждый раз накидывает этот вот кончик ниточки на иголку да так называемый обмёточный шов вот мы здесь заходим за линию которую мы с вами прошили мелкими стежками и прошиваем всю петлю таким образом стежок стежку стараемся поплотнее наматываем не забываем петельку на иголку ну и таким образом мы шьем всю нашу петлю ну сейчас я прошу и покажу вам какой у меня получился результат ну вот смотрите вот такая вот получилась у нас петелька вот наша пуговичка она прекрасно заходит петельку может быть немножко туго но это потому что первый раз буквально два-три раза и все будет как бы так сказать на месте сильно увеличивать петлю я не рекомендую потому что она быстро разносится тогда ну а теперь я вам покажу как можно быстро и аккуратно очень пришить пуговичку смотрите ну вот допустим наметили мы где должна быть наша пуговичка вот допустим вот здесь да или давайте сделаем так чтобы мы могли застегнуть ее давайте сделаем а давайте сделаем на какой-нибудь другой ткани ну вот допустим вот здесь наша будет пуговичка вот мы наметили вот должна наша пуговичка быть вот здесь а мы смотрите так складываем нашу ткань по месту того где должна быть наша пуговичка и на нитке я смотрите я узелочек не завязываю а вот так я смотрите прошиваю нашу ткань теперь я еще раз закрепляю нашу ниточку то что нет узелка это не страшно он сейчас у нас все закрепится мы потом эту нитку отрежем и никуда ничего у нас не денется вот закрепили и теперь смотрите как я делаю я вот так прикладываю нашу пуговичку и смотрите что мы делаем мы идем вот так и все время идем очень получается быстро и пуговичка пришивается очень качественно потому что я сам покажу почему ну и таким образом пришивайте до нужного вам плотности какой вы хотите теперь мы должны завязать здесь узелочек теперь узелочек нам важен некоторые мастер-класс мы для допустим для мужчин у меня некоторые мужчины спрашивают как завязать узелочек показываю вот петелька после пришить а у нас заходим иголкой в эту петельку и второй раз с этой же стороны в эту же петельку подтягиваем и затягиваем и теперь мы аккуратненько обрезаем нашу нитку раз эту нитку которую мы с вами оставили без закрепления мы обрезаем никуда наша пуговица уже не денется ну и вот смотрите то что мы пришивали у так пуговичку она у нас получилась смотрите очень ну тоненькая с обратной стороны место прошива то есть практически это незаметно и здесь наша пуговичка получается как бы в таком свободном немножко походе она видите как почти на ножке получилось мы теперь мы берем и вот пожалуйста смотрите как красиво и аккуратно все получилось несмотря на то что петлю я делала такими контрастными некрасивыми нитками ну а теперь на этом все рукодельки с удовольствием пусть у вас все всегда получается всего доброго до свидания